Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Осенью 2021 года Наталья Турецкая, дочь знаменитого музыканта Михаила Турецкого, забеременела при помощи ЭКО. В семье было двое старших детей, но Наталья с мужем мечтали еще об одном. В декабре было проведено первое УЗИ, которое показало, что у плода есть отклонение, а вскоре провели биопсию и выявили, что у ребенка синдром Дауна. Наталья с мужем взвесили все «за» и «против», они решили прервать беременность на этом сроке. По словам Турецкой, ее решение было обдумано. Обо всех переживаниях Наталья делилась у себя в инстаграм-блоге. Многие ее поддерживали в этот трудный момент, но было немало и тех, кто не понял ее решения и осудил за то, что она рассказала об этом общественности. В частности, Эвелина Блёденс просто в ярости от того, какое решение приняла семья. Она воспитывает сына с синдромом Дауна и возмущена поступком Натальи. 52-летняя артистка не может понять, зачем турецкая популяризирует аборты, если у плода есть какое-либо отклонение. Цитата. Не герой и не молодец. Она пошагово показывает, как три года ждала беременности и тут такое. И ведь даже мысли у нее я не увидела, чтобы оставить. За что ее жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями – это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь? А еще у вас двое детей, которые уже сейчас могут прочесть подобную историю с картинками, как мама избавлялась от их сестрички лишь за то, что ей предначертано было родиться не такой, как все, добавила актриса. А в данный момент общественность разделилась на несколько лагерей. Первые утверждают, что женщина приняла правильное решение, ведь ей нужно еще поднимать на ноги двоих детей. И еще неизвестно, какие дополнительные диагнозы добавились бы во время развития беременности. Другие люди считают, что дети с любым диагнозом имеют право на жизнь. Есть и третьи, кто думают, что такое решение женщина и мужчина должны принимать вдвоем, и никто вообще не должен кроме них об этом знать. А как считаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!